Основателями теории вероятности следует считать тех азартных игроков, которые впервые стали рассчитывать шансы определенных ставок при игре в кости, карты и другие игры. В конце 17 века один французский вельможа Шеволей де Мерре, известный игрок в азартные игры, в частности в кости, заинтересовался возможностью вычислить математически, как следует делать ставки. Его интересовала игра, состоящая из 24 бросаний пары костей. По правилам игры ставить можно было или на появление двойной шестерки, по крайней мере один раз в 24 бросаниях, или против этого результата. Вычисления Шеволей де Мерре привели его к заключению, что двойная шестерка должна появиться хоть один раз более чем в 50% всех игр, и что поэтому выгодно ставить на появление двойной шестерки. Он был уверен в правильности своих вычислений, но сомневался в надежности математики и произвел очень длинный ряд опытов с бросанием костей. Оказалось, что частость двойной шестерки в ряду игр меньше 50%. Получив этот результат, де Мерре рассверепел и написал известному французскому математику Паскалю письмо, утверждающее, что математика, как наука, никуда не годится и тому подобное. Письмо это было настолько яростным вместе с тем забавным, что попало в историю. Паскаль рассмотрел задачу Шеволей де Мерре и ответ его гласил, если кости правильные, то относительная частота игр с хотя бы одной двойной шестеркой равна 0,491. Получается, что Шеволей де Мерре в своих математических расчетах делал ошибку, а его эмпирический результат согласуется с тем результатом, который получил Паскаль. Рассмотрим решение данной задачи, данное Паскалем. Обозначим. Событие А – двойная шестерка появится в серии бросаний хотя бы один раз, и А-чертой противоположное событие – двойная шестерка не появится вообще. Рассуждать будем следующим образом. При одном бросании двух костей имеем 6х6, 36 вариантов возможных исходов. При 24 бросаниях пары костей число равновозможных исходов вычислим согласно правилу произведения комбинаторики, что приведет нас к степени, соответствующей 36 в 24 степени. Относительно противоположного события, не появление двойной шестерки имеет 35 вариантов. Тогда при 24 бросаниях это будет 35 в 24 степени. Поэтому для нашего события А количество благоприятствующих исходов можно вычислить как разность. От количества всех возможных, это 36 в 24 степени, отнять количество тех исходов, которые не приведут к появлению двойной шестерки. И переходя теперь к вероятности события А, как М, деленное на М, подставляем полученные числа в эту формулу, и мы получим следующий результат. Таким образом, П от А равняется 1 минус 35 в 36 в 24 степени. Это примерно 0,491. Возможно, Демерре подсчитывал, сколько элементарных исходов благоприятствует однократному появлению двойной шестерки, потом двукратному и так далее до 24, а потом складывал эти числа, но при этом работая с многозначными числами, в те времена не так все это было просто, как сейчас, и допускал где-то в вычислениях ошибку. Ну и, кроме того, из всей этой истории, при решении этой задачи мы вынесем один практически для нас результат, то, что П от А можно рассчитывать по формуле 1 минус П от А чертой. К решению этой задачи Паскаль на всякий случай подключил еще большего знатока Пьера Ферма. Вот вы видите его на картинке. Ферма и Паскаль стали первооткрывателями тех законов, которым подчиняются все азартные игры и которые могут быть использованы игроками для выработки идеальной стратегии. Но, пожалуй, самое главное, то, что выполненная по заказу профессионального игрока совместная работа двух выдающихся ученых стала основой теории вероятностей. По одной из версий, колесо рулетки изобрел Паскаль для своих опытов в области теории вероятностей. Он же утверждал, что азарт, который испытывает игрок при заключении пари, равен произведению суммы выигрыша и вероятности выигрыша. Без теории вероятности в наше время невозможны. Ни квантовая механика, ни обработка экспериментальных научных данных. Она используется в разных областях. От спекулятивной игры на фондовой бирже до оценивания вероятности ядерной катастрофы. А начиналось все с простого броска игральной кости.